Так, смотри, сына, сейчас мы с тобой прикрепим верблюда. Да? Так, все, верблюда сделаем. Кого следующего будем делать? Да! Кого? Кто это? Каала? А давай посмотрим, есть Каала? О, смотри, есть Каала. Есть? Так, давай будем цеплять. В этом году будем активно карточки осваивать. Купили их давно. Как-то в первые годы активно использовали. А потом как-то позабыли. Да, сына? Да. Ты вот эту, может, намазывай по четырех углах и все. Я тоже думаю, не полностью мазать, а по четырех углах. Так, сына, давай, вот так. Тут такие карточки классные. У меня в этом году сами дети, сами, вообще прям, мама, мы будем это делать, все, мы хотим. И заявили желание. Паша говорит, я буду обучать Боречку. Аня говорит, я буду обучать Сашу. Расписание, которое я сделала, я планировала с ними заниматься. Они говорят, мама, можно мы это будем делать? Я говорю, это без проблем. Я говорю, Боря, представляешь, какой плюс? Вот они будут заниматься, дети, карточками. Боречка, аккуратно. Это значит, что они будут повторять животных, это значит, что они будут повторять математику тоже, да, там еще что-то, чтобы обучать младших. И дети заняты, и они сами захотят, и учительские навыки развиваются, и работа с младшими развивается, и ответственность, да, что нужно кого-то обучить. И вот будут они сами вот эти все цветы изучать, да, там, всех животных, музыкальные инструменты, там, грибы и так далее. Что-то вспомнят, что-то еще изучат. Поэтому у нас... Ну, учитесь, учитесь. Да, мы тут развлекаемся. Не, не надо снимать, ты что? Сейчас мы все, если распутаем с тобой, не... Давай мы только животных этих сделаем, хорошо? Пришел Новый год, Новый учебный год. Пашуня здесь доделывает домашние задания по английскому языку. Ну да, тут папа нам просто парту меняет. Детки растут, пришлось увеличить им и парту, потому что мы сюда перенесли им подставочки вот эти для спины. Паша здесь занимается у нас, и Сашунка здесь занимается. Анюта в своей комнате занимается, а Тема у нас занимается сверху. Мы ему туда подставочку перенесем. Все, а Паше мы большую должны были поставить, Борь. Это Сашина и Темы на маленькие. Паше большую нужно. И теперь они будут заниматься. А Темка первый открыл, Тема первые домашние задания выполнил, Тема открыл. Почему не влезет? Должна влезть, по идее. Попробуй. А ну, сыночка встань и попробуй. Сын, а давай мы тебе рабочее место твое подготовим. Очень классные подставки для спины. Да, надо быстро. Надо просто вовремя домашнее задание делать. Не в самый последний момент. Не подходит, да? Большая сюда. Теоретически. Она влезла? Она вот так. О! Да, да, да. Это спина окей. Кто знает, мы подставочки взяли, все заказали. А ну, садись. Спина окей. Мы на них будем обязательно делать обзорчик отдельно. Запланировали. О! Потому что тебе большая надо. Нормально? Ну, теперь балансируем. Очень классная штука, потому что ребенок в сидячем положении как будто бы ходит. Так организм воспринимает это положение. И тогда работают все мышцы позвоночника, которые отвечают за ровный позвоночник. Очень классная штука. Обязательно в отдельном видео снимем обзорчик на них. Прямо расскажем их, ну, суть, как они работают, эти стульчики, за счет чего. Только, сыно, нужно сидеть ровненько. Все. Это главное правило. Доделай домашнее здание. Там Темка уже домашнее здание сдает. Учительница у вас строгая. У нас в этом году один репетитор остался, потому что мы пока по финансам не тянем двоих. Остался один репетитор, который дает и грамматику, и разговорный язык. Два раза в неделю не занимается, но говорит, грузить буду очень много. Очень ответственная. Мы только что с ней разговаривали. Говорит, буду давать очень много, потому что готовим как к экзаменам. У нас такая учитель хорошая. Она говорит, я чувствую себя ответственной за детей. Куда же ты ушел? Моя заставка была. На себя я не рассчитывала просто перевернуть. Разговаривала с Ольгой. Она говорит, очень буду сильно их гонять в этом году. Потому что чувствую себя ответственной за их подготовку к экзаменам. У вас же уже седьмой класс. Говорит, тут нужно, чтобы они хорошо английский знали, тянули. Много у нее целей, задач для них. Сделай через год-два обязательным. И потом что будет? Да. Если внесут как обязательный экзамен на ОГЭ, ЕГЭ, тогда, конечно, это прям под спори. Я никогда не бывала в Лондоне. Далее задаем вопрос. Допустим, have you ever seen this film? Ты когда-нибудь смотрел этот фильм? Когда-нибудь. То есть в данном случае, не важно время, важно в принципе, сделала ты это, да? Ты видел этот фильм? Вот. Поэтому я тебе напоминаю. Презент карты. Действие, которое закончилось недавно, только что, или уже оно выполнено, это действие, да? Либо наоборот, незаконченное действие. То, что мы еще пока к сегодняшнему, ну, к сегодняшнему моменту, да, не сделали. Мы и говорим, мы пока этого еще не делали. Но мы еще это можем сделать, поэтому это считается действие незаконченное. Презент карты. Привет, привет. Ты чем занимаешься? Тебе кубики понравились? Кубики понравились. Это единственные кубики, которые есть в нашей семье. Все остальные мы поотдавали, подарили. Кубики Зайцева. Ребенок и играется, и башенки можно строить. И ребята с ним занимаются по методике Зайцева. Да, у нас в этом году, потом пока по расписанию покажу, в этом году с Боречкой Аня занимается. Они попросили нас, можно ли мы будем с ними заниматься. Ну, и понятно, что я какие-то вещи делаю, занимаюсь. Но в основном занимаются ребята с ними, а я так больше в игровой форме дополнительно. Они у меня забрали эту обязанность и попросили, чтобы делали это они. А Сашунька занимается Паша. Кубиками Зайцева и всем. То есть у нас в этом году помощники раскрылись, которые захотели учить младших. Но это хорошо, потому что у них будут навыки учителей, плюс они будут повторять школьную программу. И мне удобно это, потому что я могу в свободное время заниматься уже, чем я с ними хочу. Вот смотрите, сколько у нас тут карточек. Это все карточки Саши и Бори, по которым занимаются ребята с ними. Я обклеила сзади, наклеила на всех определение. Да, кто такими карточками занимается? Давай, положи, давай, пока будете кубиками заниматься. Давай, кубиками. А это это. Вот они каждый день берут разные карточки, чтобы все проходить. И кубики. Я покажу сегодня в этом видео расписание наших уроков на этот год. Мы его, как это сказать, дооформим, потому что какие-то вещи делаем, потом не очень нам нравится. Наоборот, какие-то вещи меняем. Когда вот оно уже полностью устаканится, ну, в этом видео вы увидите. У нас расписание на этот год уроков. Вот там вы увидите, какими уроками занимаются Боречка и Сашенька. Не против резьбы, чтобы я не смяла. Наоборот, как бы по резьбе, чтобы было. Понял? Чем занимаетесь? Я уже говорил. Сына? Перепаковываем станцию. А вы что, вместе все работаете? Да. Опа, ведро. Вот вам урок технологии. Ребята, вот так у нас парни обучаются технологии. Как работать во дворе, как работать инструментами. Специального урока у нас нету. Но когда папа что-то делает, работает, он обучает сыновей. Когда я что-то делаю, я обучаю Анютку готовке, кулинарии, там разным, ну, таким вещам, которые знаю сама. Что-то она дополнительно, что ей нужно. Изучает, берет в интернете. Также мальчишки роются, постоянно какие-то поделки делают. Короче, интересная технология в нашей семье. Такая добровольно приятная. Это ребята чинят насосную станцию, чтобы она не текла в погребе. Готовы рассказывать? Папа нас снимает, да? Папа. У нас Аня, Паша, ой, Саша и Боречка даже учат стишки. Сегодня Боря выучил, знаете, какой стишок? А-а. Подожди, что ты сдаешь позицию. Саша сейчас расскажет, мы Борю позовем, он расскажет свой стишок. А сейчас Саша учит. Давай. Только так внимательно выговаривай, хорошо? Давай. Видите, в кустики стоят, узкие в точке, под тобой они стоят, черненькие, черненькие точки. Эти ягодки? Нет, крохотные. Крохотные. Бочки. Это ты не запомнил, да? А у тебя не так. Крохотные бочки. А у тебя не так было. Сначала ты попросил по чернику, а потом попросил. Ну, черненькие точки, крохотные бочки. Теперь дальше, вот эти ягодки давай. Крохотные бочки. Эти ягодки черника. Их в фотошку набери. Отпаяй костями в воду. Укосения как мед. Отлично. Давай, чуть забыл в середине стиха. Перенервничал, да, наверное? Ну ничего, следующий раз получше выучишь? Не знаю. Как это не знаю? Молодец. Да, мама. Правильно сказал. Не знаю. Да, мама. Я буду, скажи, стараться. А давай покажем зрителям. Мы же сейчас с Сашенькой... Ну, мы уже давно занимаемся. Просто мы пробовали букву Р. Но не понимает он пока, что я от него хочу. Я пробовала и так, и сяк. Не понимает. Сейчас перешли на букву С. Она попроще, легче ему дается. Ему, кстати, уздечку смотрели. Мы были у этого... У стоматолога. У стоматолога смотрела уздечку. Я говорю, плохо, что-то он никак не может выговаривать. А она говорит, все нормально с уздечкой. Все как бы в порядке. Ну, то есть специалистам обращаться не надо. Давай, смотри. Мы берем зеркальце. Открываем ротик. И говори. Так. Нет. А смотрите, как он делает. Он говорит Сфа-Фа. Ф у него вместо С. А теперь давай все-таки добьемся сегодня. Мы уже с тобой говорили. Са. Са. Сфа. Нет. Еще раз. Смотри на губки. Сфа. Нет, нет. Скажи С-А. 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 А теперь С-А. С-А. Нет. Нет. Скажи С-У. С-Фу. Нет. Вот у тебя Ф влазит и все. С-Фу. Да, С-Фу. Фа. Давай. С-С-А. С-А. Нет. С-А. 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 А теперь давай быстренько вместе. С-А. 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 Ну вот никак не можем мы. Вот и так ему объясняем. Истяк. Ничего, все пройдет. Занимаемся, ребята. Нам кто-то говорит, почему Саша плохо разговаривает. Вот так вот. Паша и Тема как-то быстрее осваивали буквы. Мы сами с ними занимались. Теперь они все прекрасно выговаривают. Сейчас, подожди, Паш. Мы видео снимаем. А у Сашуньки сложнее дается. Вроде и Эрзаним. И занимаемся так же, как с предыдущими детьми. И все равно ему как-то сложнее дается. Вот специально уже зеркальце купили. Будем дальше продолжать заниматься. Посмотрим на успехи, как будет. Да, сына? Да. Мы каждый день, он приходит ко мне. Мы каждый день с ним занимаемся. С-А. Только пробуй А сказать. С-А. В конце должно выйти. С-А. С-А. Не Я, а А. Давай. Пробуй. С-А-А. Только А говоришь. Давай. Смотри, а теперь медленно, медленно говорим. С-А-А-ША. Давай. С-А-А-ША. Молодец. Ты понял теперь саму схему? С-А-А. С-А-А. Сначала пробуй медленно. Раз у тебя быстро не получается, это как бы медленно, лениво рот открываешь, и получается А. Да? С-А-А. Посмотри, как у тебя губы уже не двигаются. Давай пять. Молодец. Двигаемся пока С хорошо не получится, дальше не идем. Хорошо? Все, тренируйся. Ходи все время. С-А-А-ША. С-А-ПОГ. С-А-ЛА. С-А-С-У-ЛЬКО. С-А-С-У-ЛЬКО. Давай Сосульку попробуем. Давай. Са Стоп. Медленно. Са Са Су Также Су Стоп. Нет. Сфу нам уже не надо. Нам фукать не надо. Смотри. Также медленно. Су Су. Как бы медленно. Давай попробуем. Су Нет. Сфу нет давай тогда с а пока будем работать давай говори сало не стоп вспоминай если сложно сразу правильно забываешь только слышишь у губы начинают участвовать сразу на шепот перевозь понял что ты вспомнил как это чтобы губы не двигались молодец все урок на сегодня закончу мам теперь понимаю как и как можно быстро фокусить так сынуля рассказывай какой ты стишок саня выучил анюта какой стишок боречка выучил напомни ему давай как ты стишок выучил расскажешь говори молодец вы стишки начинаете учить умничка ты умничка в два годика начали стишки учить самого простого ты большой сколько тебе годика покажи покажи до 2 как ты закрываешь так пальчики закрывай так и этот пальчик давай скажи два годика и мы начали с этого года скажи заниматься и кубиками зайцева занимаемся и стишки учим и считаем и цвета мама с тобой учи и фигурки мы учим и все 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 мы учим скажи да